Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Свежие воспоминания, они еще не утихли в голове у всех, не только в голове, а в душе у многих, потому что огромное количество людей, которые я лично их знаю, их много, и все вы их знаете, которые к футболу вообще были никак до начала чемпионата, и после этого во время его они сделались фанатами. Ну и, собственно говоря, огромное... Сейчас, секунду. Я просто хотела сказать, что огромное количество вещей, не просто связанных с футболом, да, но вот как вот лампочки эти выкрутили, какие-то истории про болельщиков, какие-то истории про стадионы, я предлагаю все это в сегодняшнем эфире объединить. Ну, все, что касается футбола, какие-то околофутбольные темы, темы болельщиков. Ты скажи, пожалуйста, ты побывал на Никольской? Конечно, я думаю... Потому что мы вчера буквально говорили, мы туда не доехали, к большому сожалению. Ой, зря, ой, зря. Вот Валерия как-то мимо прошла, а я вот просто, у меня не получилось, я был в центре. Поделись впечатлениями, пожалуйста, когда ты там был, в какое время, ночью, ем? Ну, я там был несколько раз, но на самом деле я в Москве такой атмосферы больше никогда не видел. Это был настоящий карнавал, просто праздник. Люди из самых разных народов, из разных стран, все прыгали, плясали, все были счастливые, улыбались. Как-то это было настолько невероятно круто, что раз туда придя, мне захотелось возвращаться и возвращаться, поэтому, собственно, я там был несколько раз. Я думаю, если бы вы хоть раз там очутились, вы бы тоже не смогли не вернуться, потому что это было очень, ну, незабываемо. На самом деле, просто счастливые люди в большом количестве, и это всегда хорошо. Слушай, буквально вчера я читал, в Саранске, по-моему, было 10 тысяч, в Саранске проживает всего 300 тысяч, и 10 тысяч вот на месяц, ну, там, меньше месяца, две недели практически, были перуанцы. Перуанцы вообще крутые. И они устроили там просто настоящий фейерверк, это была фантастика просто. Но все южноамериканцы, у них же такая горячая кровь, они просто счастливы, когда ты к ним подходишь и начинаешь разговаривать. Они, о, там ты из России, круто, покажи, где у вас тут вот что-то можно национальное поесть. Мы познакомились с костариканцами, там, не так далеко, да, от Перу, привели их в кафе, накормили пельменями, они были такими счастливыми. Они просто плясали прямо там возле столов, говорили, приезжайте в Коста-Рику, мы вам там все сделаем, у нас море, пляж, мы счастливы видеть русских, мы хотим, чтобы вас было много, у нас вот такие классные, вот такие замечательные. И они вот этим своим позитивом делились просто со всеми вокруг и официантов обнимали, ну вот просто люди сами по себе такие. Ребята, надо ехать, нас пригласили, надо ехать. Да, мне тоже согласен. Да, с другой стороны, надо было сказать, когда у вас будет чемпионат мира, тогда и поедем. Да, мы и так поедем, вот ты давай, жди своего часа, да. Слушайте, нужно сейчас прерваться ненадолго, а потом вернемся и продолжим эту тему, еще больше эмоций, еще больше страстей. И если, друзья, вы хотите к нам присоединиться, то прямо сейчас пишите 8909-928-189-9. Да, ты не ошиблась, почти, на фаншете спасибо. Друзья, «Страна о спорте» продолжается, скоро вернемся. «Страна ФМ» и «Спорт Экспресс» представляют «Стране о спорте» лайф. Хочется как-то продолжать танцевать, как будто вот вместе с болельщиками в центре, как на Линкольской отжигали. Вот здесь тоже можно, но вы плохо танцуете. Я танцую хорошо, но я не буду вас так сказать подобрать. Да, Володя, ты не обращай внимания, про спорта от Валерии мало будет сегодня. Но танцы это тоже спорт. Ну, много будет, реально спорт. Ну, это не совсем те танцы, которые нам нужны, конечно, и о которых мы сегодня будем говорить. Моральный бокс у нас с тобой. Слушай, знаешь, о чем хотелось сказать? Вот хотелось бы твое личное мнение. Ведь 90, да даже, наверное, 100% людей, все, кто был в теме в течение всего этого месяца, все говорят, что наша сборная, это, конечно, огонь, они сделали невозможно. Что правда, да? Дошли до 1-4 финала, потому что многие говорили, что мы из группы-то можем не выйти. При условии, что группа была не самая сложная, да, мягко говоря. Но все-таки нет ли такого у тебя ощущения, что мы были сильнее, чем достигли? Вот ведь в 1-4 мы же все-таки, ну вот... Мы должны были быть на втором месте. Ну, мы же могли пройти в полуфинал. Мы могли быть на месте Хорватии, да? Ну, могли бы запросто. Ну, конечно, после того, как Хорватия дошла до финала, были всякие мысли, что, в принципе-то, мы играли с ними на равных, и все решилось в серии пенальти, а там 50 на 50, чуть удача была бы на нашей стороне. Не глядишь, и мы были бы в финале, потому что англичане в своем полуфинале тоже не показали вообще ничего. И хорваты, по сути, по делу их выиграли. Ровно так же и мы их могли бы выиграть. Но это все такое сослагательное наклонение, которое в спорте можно применять сколько угодно, но его не проверишь, не узнаешь. И мне кажется, нужно радоваться тому, что есть. И так историческое событие до четвертьфинала дошли. И это, на самом деле, как ты уже сказал, намного выше того, чего мы ждали перед началом. Слушай, ну а все равно по поводу пенальти ты вспомнил сейчас как раз вовремя. Вот все-таки твое мнение, когда высококлассный игрок, футболист, да, даже звезда мирового масштаба, например, Роналду или Месси, да, когда они тупо не попадают в ворота. Это вот что? Это нервы, волнение? Это же вот, ну мы об этом уже говорили, я повторюсь, это стандарт, который они делают с закрытыми глазами в три часа ночи. Разбуди, я думаю, что они в девятку попадут 100%. Здесь почему так происходит? Но в этом афишка спорта высших достижений. То, что ты можешь сделать в три часа ночи, когда тебя разбудишь, и когда ответственнейший матч, когда судьба всей страны на кону, на тебя смотрят 100 тысяч на стадионе, там, и еще 50 миллионов по телевизору, то это уже совсем все по-другому воспринимается. И, ну, условно, пройти по бордюру, да, может каждая, если его подвесить над землей на три метра, и по такому же бордюру ты уже так уверенно точно не пройдешь. Ну, кстати, да, совершенно другие ощущения просто. Да, поэтому сколько было таких примеров. И в том же футболе был Роберто Баджо, который в чемпионате Италии забивал, там, по-моему, 95% реализации у него было пенальти. То есть, там, за четыре года, там, один, может быть, промазал. И в самый ответственный момент он не забил тот самый пенальти. Да, в самый ответственный момент в чемпионате мира он не попал. Так что это сплошь и рядом, и тут уже все решают нервы. И у наших парней не у всех с ними оказалось в порядке вот в тот день. Да, ну, там нормально все было, он же там высчитал угол. Вот если мы говорим про Фернандеса сейчас, там был угол, там просто, ну, чуть-чуть, ну, миллиметр, ну, как так высчитаешь, понимаешь? А так все летело в нужном направлении. Ну, Валерия, вы удивляете просто. Он потрясающий футбольный эксперт, как выяснилось. Я смотрела, я потом плакала очень сильно, и потом, когда Дзюба плакала, я еще плакала. Ну, в общем, в любом случае, классно, что ребята почувствовали, как сильно мы их любим, и теперь вот эта любовь у нас занята. Ну, все, Валерия, хватит, хватит, приверемся, не на то, что в стране о спорте продолжается. В гостях у нас Владимир Иванов, обозреватель издательского дома «Спортэкспресс». Три-четыре минуточки перерыв, и мы снова вместе с вами на «Стране ФМ». «Страна ФМ» и «Спортэкспресс» представляют «Стране о спорте». Доброе утро, друзья! Мы вернулись в стране о спорте на телерадиоканале «Страна ФМ». Владимир Иванов, обозреватель «Спортэкспресс» у нас в гостях. Сегодня, Валерий, доброе утро еще раз. Снова доброе утро. Продолжаем о футболе. Слушай, вот для тебя лично, вот команда удивления, это была какая команда? Ну, помимо нашей. Ну, тут, получается, не команда удивления, а чемпионат удивления. В том-то и дело, что вот не было прям одной такой яркой, которая всех поражала, и проходила так далеко, куда от нее никто не ждал. А Хорватия? Я ждал от нее. А-а, ну ладно. Вот, ну да, было очень много сенсаций, и вот это было самое крутое, что перед любым матчем ты вообще не знал, чем он закончится. Все, что угодно могло случиться, да, Германия проиграть, японцы навязать борьбу там в матче, в которых от них уже ничего не ждали. Ну, самое приятное, наши, конечно, да, тоже. Африканцы не прошли далеко никто. Да, но вот те же марокканцы, они очень такое доброе впечатление у всех оставили, и такая молодая команда, все надеются, что как раз в Катаре они зажгут и покажут уже себя с лучшей стороны. Слушай, я помимо наших болел за Уругвай еще, вот, Суарес перестал кусаться как раз в последний момент. Ну, жаль, что хорошая команда, на самом деле. Может, вот это плохая примета, вот если кусался, надо было кусаться, тогда он и побеждал. Надо ему как-то на что-то дальше, чтобы он вернулся в своей прежней жизни, может быть, тогда лучше будет. Ну, не знаю, главное, чтобы он нас не кусал. Слушай, ну, а как ты думаешь, мы тоже об этом с коллегами твоими говорили, интересно твое мнение. Почему так получилось, что все фавориты, которые фаворитами считались до начала, ими по факту и были, да, не будем, ну, что-то, Испания, Португалия, Аргентина, Бразилия, все в итоге не дошли туда, куда должны были дойти априори. Вот почему? Ну, потому что это Россия, и у нас тут, возможно, все. У нас все иначе. Да, по-другому не объясню. Слушай, ты тоже считаешь, что все-таки много было команд, у которых есть один-единственный человек, одна звезда, на которую играет вся команда, и, собственно, вот это вот плохую шутку и сыграло все. Ну, вот Португалия, Аргентина, да, яркие примеры тому, что ты сказал, при том, что в Аргентине очень много индивидуально очень сильных игроков, прям реально супер-топ-звезды, но почему-то они все сбивались на игру на исключительно месси. Он должен был и пасовать, он должен был навешивать, он должен был замыкать. Слушай, вот ключевое слово «должен» был, но как-то не очень. Когда он был в своей супер-топ-форме, вот как это было 4 года назад, все это прокатывало, и Аргентина дошла до финала Чемпионата мира. Сейчас он, ну, немножечко, вот не в таких кондициях, и все, у них сразу же ничего не получалось. Ну, и остальные страны тоже просекли эту фишку, начали держать его там по двое, по трое, и в результате сковывали всю команду, и поэтому вот такая сильная сборная, как Аргентина, так рано вылетела. Ну, с другой стороны, не проиграли французам, да, а французам-то уж не грех проиграть. Ну, да, слушай, ну, пожалуй, вот одна фигура, наверное, все-таки была не потому, что она распиаренная, а потому что, по факту, мне так кажется, опровергнее, если это не так, все-таки Роналдо, мне кажется, сыграл на все 100%. Вот Месси, вокруг Салаха, какая большая история была, да, Ну, все равно, да, вот говорили, что Египет один салах, там, вытянет всю команду, и там нам все, нам конец, ну, не произошло этого, там, к большому счастью для нас, к большому сожалению для них. Ну, просто не так далеко был пример Евро, когда команда, в которых был один яркий спортсмен, футболист, ну, тот же Уэльс, да, у них есть только Гаррет Бейл и все остальные, и они нас размазали просто на Евро-2016 в одну калитку, и мы думали, что, ну, скорее всего, будет так же, да, как-то, ну, сработали, видимо, параллели. А оказалось, что и мы подготовились уже немножко по-другому, и Салах не тот, что был в Ливерпуле, и как-то все вот так вот совпало, мы их съели и легко победили. Вот, ну, в принципе, вот этот чемпионат показал, что, да, нужно все-таки ставку не на одного человека делать, а на всю команду, и тогда можно творить большие вещи, и вместе мы сила. Ну, а потом получается, что все-таки, ну, мне показалось, что в клубах они играют по-другому, нежели вот в сборной. Ну, клубы это совсем другой, там у того же Салаха другие люди, которые ему могут пасовать, и другие защитники, и как-то все другое. Ну, это то, что называется сыгранностью, правильно же, да? Ну, и сыгранности класс, в принципе, у Ливерпуля куда выше, чем у всей сборной Египта. Валерий, вы что-то хотите сказать? Я хочу сказать, что надо прерваться там прямо сейчас на письме. Я прямо, а-ла-ла, вы мне не даете. Ну, давайте сейчас прервемся, а потом я вопрос задам какой-нибудь умный. Давайте, поехали. Стране о спорте. Стране о спорте на телерадиоканал «Страна.ФМ» продолжается. Владимир Иванов, обозреватель издательского дома «Спортэкспресс» у нас в гостях. Володя, будь внимателен сейчас, аккуратен, осторожен, потому что у Валерии Юрьевны возник вопрос. Нормальный вопрос у меня возник. Я вот и просто по поводу нашей сборной. Вот сейчас же получается, что благодаря тому, как далеко мы зашли, мы резко изменили отношение к нашей футбольной команде не только внутри страны, но и вне ее. Потому что в спортивных новостях, которые мы давали прямо до твоего прихода, мы говорили о том, что ключевые клубы заинтересовались нашими игроками. Например, вот Головина хотят забрать. Внимание, вопрос. Не, ну вопрос-то вот в этом и состоял, так ли это или нет? Ну же, Валерий, не стесняйтесь, пожалуйста. Ну я спросила уже, что вы там и представили. Вы же издеваетесь на мной специально. Вопрос в этом-то и состоит, что какое теперь впечатление мы производим на международном рынке? Как нам относятся, где мы поднялись в каком-то рейтинге? Уже тоже где-то есть? То есть наши так очаровали, что теперь как бы не разочаровать всех, удержаться на этом? Ну нет, вопрос был не такой. Наверное, Лера имела в виду, что как наше место, о котором я с ним неправильно говорю. Нет, я понял. Она имеет в виду об интересе зарубежных клубов к нашим игрокам. Да, да, да. И вообще к команде, да, в целом. Да, но такие разговоры ходят постоянно. Еще когда чемпионат даже не закончился, уже это вот все активно обсуждалось. Про Головина ты правильно заметила. Ему уже поступило совершенно точно предложение от Монако. Ходят слухи, что от Челси и Ювентуса могут... Да, мы сегодня говорили об этом тоже. Это вот пока на уровне предположений. Но это не точно. Да, 100% информации не было. А вот как раз таки вчера в Спортэкспрессе появилось прямо вот заявление от вице-президента футбольного клуба Монако, что мы делаем официальное предложение Головину. И в принципе, я думаю, ну куда-то он точно перейдет. Вот осталось только дождаться, будет ли какой-то там от Ювентуса и Челси спрос. Но если нет, то Монако это тоже очень круто, потому что, например, буквально недавно там играл Киллиан Мбаппе, один из главных героев этого чемпионата. Ну и в целом французский чемпионат очень крутой. Там Неймар, которого все знают и любят, играет. Так что с Александром все будет в порядке. Также активно идут разговоры о том, что Артем Цзюба куда-то перейдет. Но тут вот у него два совершенно полярных варианта, опять-таки по слухам. Один из них это Китай, где плохо играют, но очень много платят. А второй Англия, Кардив, ну Уэльс, английская премьер-лига, где платят куда меньше. Но там вот прям такая силовая борьба, очень мощная лига, одна из лучших в мире, может быть, даже лучшая. Я прошу прощения, это Аршавин до этого в Англии играл, но ехал в Англию, там рекламировал чипсы и ни с чем вернулся. В Арсенале же. Все правильно, он в Арсенале играл. Но тут главное, чтобы Цзюба не пошел по его стафам, чтобы он туда ехал и наоборот опыт перенимал. Чтобы чипсы не рекламировал. Да, не надо рекламировать чипсы. Ребята, вы вообще должны быть за ЗОЖ, ешьте морковь и что еще? Морковь ешьте. Кстати, про Цзюбу я вчера слышал, что после того, как он забил, по-моему, Испанию, в последующие три дня процент в роддомах, правильно назвать... В домах, где рожать! Да-да-да, ты прав, абсолютно. Короче, детей в его честь назвали там около 300. Так и Артемом тоже назвали. Вот я и говорю Артемом. Ну, не Цзюбой же. И Игорем ты имел в виду. И я про Игорь и Руба. Вообще-то он на втором месте, он тоже молодец. Кстати, Игорю ничего не предлагает, он же молодец. Он молодец, но пока нет. Ну и в принципе ему, я так понял, очень хорошо в ЦСКА. Он тут уже сто лет играет, и еще, дай бог, сто проиграет. Слушай, Володь, а скажи, пожалуйста, мы вот в сторону отошли, мне кажется, совершенно в правильную сторону. Расскажи, пожалуйста, потому что никому не понятно. Вот китайский футбол — это отдельная история какая-то, да? Они же существуют как бы сами. Халк туда ушел, по-моему, да? Не так давно, пару лет назад. Китайская экономика на подъеме, и, видимо, кому-то стало интересно развивать самый популярный в мире вид спорта. И у них какие-то сумасшедшие деньги, люди туда идут, которые уже на сходе своей карьеры просто получают безумные миллионы, которые им здесь никто никогда не предложит. Уровень по-прежнему невысокий, очень много ходит всяких смешных историй про судейство, про то, как приезжает условный Халк, да, играет с местными китайскими ребятами, которые, ну, вот, там, даже в половину его уровня не годятся. И проигрывает? Ну, не проигрывает, но просто несопоставимый уровень пока, но если все так дальше будет продолжаться, то китайский чемпионат станет такой серьезной силой. Ну, то есть в ближайшее время они могут выйти, в принципе, на мировой уровень, на мировое пространство, скажем так. Про уровень пока речь не идет. Ну, может быть, потому что... То есть, если они смогли айфоны заменить, то и в мировой футбол, они тоже совсем скоро... Да не смогли, Валерия. Смогли, смогли. Перерыв у нас сейчас небольшой, друзья, скоро продолжим. Страна ФМ и Спортэкспресс представляют. В стране о спорте. Лайф. Мы про футбол, про чемпионат мира 2018, который закончился вот уже в воскресенье, и не знаем, как мы будем без него жить, но мы обязательно попробуем, потому что в самое ближайшее время наши футболисты где свыркнут своими умениями. Ну, вообще, скоро чемпионат России уже начинается, и многие попробуют переключиться на него, потому что футбол полюбили, хочется какого-то продолжения. Крутые стадионы остались, и нужно куда-то энергию выплескивать, поэтому, может быть, кому-то понравится и болеть за клубы. Вот. А сборная... Ну, следующий большой турнир Евро 2020. Туда, правда, еще нужно отобраться. Но будем надеяться, что особых проблем у нас не возникнет, потому что сейчас на чемпионате Европы очень много команд играет, и, ну, в принципе, это будет странно, если мы не отберемся на это событие. Ой, слушайте, а получается, что сейчас же сборная, вот все наши футболисты в ней уже друзья сработались, и сейчас они обратно по клубам разбегаются и становятся соперниками. Так и есть. А кто самые заядлые будут соперники у нас? Ну, вообще, исторический Спартак ЦСКА. И там у нас играет? Ну, в Спартаке, например, Кутепов, а в ЦСКА Ланзагоев, которого ты только что упоминала. Как раз защита против атакующего игрока, ну, вот сойдутся, посмотрим, кто лучше, и Кутепов не допустит какого-то пожара в своей штрафной, или ЦСКА, наоборот, там что-то сфеерит такое, что Кутепов обалдеет. Ну, это ведь действительно интересно, потому что они друг друга уже знают, все просчитывают вперед, и теперь вот как-то нужно будет по-другому измудряться. Слушай, а вот ты начал говорить о внутреннем чемпионате, он когда стартует, ну, примерно, в каких числах? Ну, вот в конце августа. И идет до какого, получается, он? До конца апреля. Вот смотри, у меня абсолютно дилетантский вопрос, поскольку я могу честно признаться, я за внутренним чемпионатом, ну, мягко говоря, не очень слежу, то есть на уровне Европы и мира, да, я много там чего знаю, много кого. Ой, как ты молодец. Почему, и, кстати, об этом тоже кто-то спрашивал, почему так неудобно у нас чемпионат? Ну, не проще было, допустим, начинать в марте, и чтобы захватить весну, ну, то есть вот теплое время, да, когда у нас есть весну, лето и осень, там более-менее. Не, ну, летом-то не получится, потому что как раз-таки чемпионаты Европы и мира летом идут, и придется его прерывать, и все это будет очень сложно и нудно. А как раз-таки раньше у нас было немножко по другой системе, вот как ты говоришь, он начинался весной, потом летом был перерыв, и осенью второй круг, и все заканчивалось. Но просто вся Европа живет вот по тому графику, по которому мы сейчас играем, то есть они начинают осенью, потом зимой небольшой перерыв, весной доигрывают, и мы, чтобы как-то не выпадать из общей колеи, тоже перешли на такую систему, и, в принципе, живем по ней, и, наверное, так и будет продолжаться. Ну, просто, допустим, Испания, Италия, Хорватия тоже у них, ну, у меня как говорят, чуть-чуть другой климат. Ну, да, такая проблема есть. Нам-то посложнее в этом плане. Ну, тут в любом случае у нас, там, в ноябре, когда игры и в марте, тут, ну, это совсем беда, и все мы помним, что и при минус 20 играли команды, и там выходят бедные какие-нибудь афроамериканцы, да, которые снега-то там три раза в жизни видели, а тут им приходится еще играть в такой погоде. Ну, что делать? Что сделать? Такой вот у нас, такая страна, и нужно ко всему быть готовым. К воздуху бронниц нужно быть готовым всегда. И это тоже обязательно. Слушай, вот наша сборная, которая сейчас вот в таком состоянии, в котором она есть, а вполне себе приличном, да, мягко говоря, опять же, к Евро через два года мы, как ты думаешь, будет Черчесов что-то менять или постарается вот сохранить вот то наработанное, что сейчас есть и то, что, ну, в принципе, большинство устраивает, потому что реально хорошая и крутая команда? Ну, в любом случае придется что-то менять, потому что, например, Сергей Игнашевич завершил карьеру, наш столб обороны, вокруг которого, в принципе, все устраивает. Самедов тоже, да? Самедов, да, в сборной завершил. Плюс, ну, за два года тоже еще мало ли чего может произойти. Может, у нас кто-то появится новый суперталант, кто знает, да, вот сейчас вдохновившись примером наших футболистов и другие побегут и начнут творить чудеса. Плюс у нас вот даже в этой сборной были мирунчики, которые очень круто играли в чемпионате России, но вот здесь в состав не пробивались. Они оба молодые ребята, братья. Вполне вероятно, через два года уже вокруг них будет строиться сборная. Есть молодой нападающий Чалов в ЦСКА. Ну, в общем, скорее всего, у нас изменения произойдут, но будем надеяться, что результат хороший продолжит сопутствовать нашей команде. Ой, главное, чтобы они все там сыгрались, подружились и понимали друг друга без слов. Вот, Валерий, вот если бы не сказала, вот точно... Я прям тренером должна быть. Вот точно бы было все с нашим футболом. Вот у меня вот все бы получилось хорошо, да. Давайте прервемся ненадолго и продолжим очень скоро. Страна ФМ и Спортэкспресс представляют. В стране о спорте. Лайф. У лошадки заболи, у коровки заболи, а у Полины Гагарина не боли, да. Кстати, у нас тоже... Володя, это нормально. Это нормально. Я уж привык. Володя уже привык. Володя уже даже, понимаешь, он даже вопрос мой, он старался, старался и понял, потому что цель у него была такая понять женщину. Обозреватель издатель Сходом Спортэкспресс Владимир Иванов у нас в гостях для тех, кто подзабыл или только к нам подключился, напомню. Ну, или кто моё... Пожалуйста, Валерий, вопрос твой. Ах ты, какая подлость сейчас была. А я не готовила. Прекрасно, да. Об этом надо было обязательно сообщить. Слушай, мы сейчас за эфиром-то говорили о том, что на следующий Евро у нас будет в куче стран, да? Да, да, по всей Европе будет разбросан чемпионат. Даже в Питере. И четвертьфинал пройдёт в Питере. Так что те, кто не успели попасть на чемпионат мира в России, могут чемпионат Европы в России зацепить. Слушайте, ну вы вот всё такое официальную информацию даёте, а у меня же информация беспокоит неофициально. Всё-таки про болельщиков ещё больше. Многие из них попадали в какие-то странные ситуации. Там кого-то таксисты обманули, но всё это вернули. Кого-то там багаж украли, всё это тоже вернули. А потом, когда говорили, что там обворовали какого-то колумбийского певца, выяснилось, что это его же товарищи, потому что наши люди вели себя максимально дружелюбно. Это правда или это вот просто вот средства массовой информации создавали такую ауру вокруг нас, что мы молодцы? Да нет, всё круто было на самом деле. И, кстати, самый знаменитый болельщик, вы его видели, слышали? Самарский? В Бразилии. В Бразилии, да. Они вчера рассказывали. У которого в соцсетях там было перед началом чемпионата мира там условно три тысячи подписчиков, сейчас больше трёхста тысяч. Он постоянно просит гражданства Путина, говорит, что он обожает Россию, что это вообще просто самое чудесное, что только может быть, что он сюда приехал, он кайфует, его бесплатно кормит, бесплатно возит, все его знают уже, все с ним сфоткаются. Он чувствуется реально звездой, приходит на стадион, и там вот как будто Роналду пришёл, да, вокруг него куча болельщиков, там всем можно сфоткаться, он говорит свою знаменитую фразу, которую нельзя говорить, нельзя озвучить. Да-да-да. Ну, в общем, вот сделал чемпионат мира счастливым. Ну, примерно она звучит как «как хороша Россия, ребят». Да-да-да, смысл такой. Я хотела ещё сказать, что мы с Владом очень переживали за болельщика английского, который, значит, уехал в Самару, Самар просто мой родной город, но Тольятти тоже, я там везде живу. Значит, он уехал туда, там ему налили многократно на пасашок, и он отправился обратно в Москву, но в Москву якобы не доехал. И тут, значит, по тревоге подняли всех полицейских спецслужб Британии, они начали искать наши лениво, подтянулись, подняли такую спасательную операцию, а с ним всё хорошо, да. Ну да, немножко пьяный, а так всё хорошо. Ну, немножко же, если бы он был сильный, тогда был... Не видел ты этого замечательного чувака немецкого, который на тракторе приехал? Видел. Слушай, я ехал с ним вместе, попадал... Да-да-да, я выехал на Ленинградку, ну, ещё раз расскажу. И увидел пробку впереди, проблесковые маячки, ГИБД-дешная машина, подъехал поближе, и вот, и вот, когда Германия проиграла как раз, его отправляли, сопровождали, вот он поехал туда, в ту сторону, в Европу. Месяц он ехал. А из Индии чувак на велосипеде приехал сюда. Да-да-да, кстати. А простите, а как он там, на паромах передвигался, на самолёте летел в велосипеде? Да вроде сам ехал, выехал за пару лет до чемпионата. Не, с географией плохо, а можно... Слушай, ну вообще, подводя итог... Там можно послушай доехать. У нас уже 50 секунд до конца эфира осталось, вообще, на самом деле, подводя итог, можно сказать, что это было нереально круто. Радует, знаешь, что больше всего? То, что люди поняли, что мы не такие, как они. У нас нет медведей здесь, да? Есть. А если есть, то дружелюбные. И на самом деле, это абсолютная правда, русские злоупотребляют не так, как во всём мире думают. Потому что есть куча болельщиков, которые это делают во много раз больше, чем мы, как выяснилось. Не будем показывать пальцы. Слушайте, а по поводу медведей, это же тоже прекрасная история, когда в центр города привезли на открытом автомобиле медведей, и все с ним фотографировались, радовались, что, наконец-то, вот, вот оно. Дождались, слушай, у нас 15 секунд. Владимир Иванов, обозреватель издательского дома «Спортэкспресс», был у нас в гостях. Володь, большое спасибо тебе. Спасибо. Вам спасибо. Сегодня как-то мы хорошо так пробежались по всему. Приходи к нам ещё. Друзья, до завтра. Прощаемся. Валерия Майорова. И Влад Кутузов. Счастливо. Пока. И до завтра. Стране о спорте.